Сегодня мы с вами находимся в кабине самого современного самолета во флоте компании Белави. Это Боинг 7378. Один из самых новых самолетов, самый, так сказать, продвинутый. Здесь все достаточно просто. Бояться и удивляться ничему не надо. Для человека подготовленного здесь вообще не составит труда разбираться во всем. Это обилие кнопочек, переключателей, рычагов, дисплеев. Все это дублируется. То есть у каждого пилота, у того, кто сидит слева, то есть справа, есть свои приборы. Он может ими пользоваться. Здесь по кнопочкам практически то же самое. Все имеет половинки. Можно разделить на левую часть и правую часть. Здесь переключатели переключаются влево-вправо, обозначая использование каких-то средств левого пилота, второго пилота. Насосы имеют тоже. Каждый двигатель имеет свои насосы. Соответственно, все системы здесь разделены и связаны с двумя двигателями. Вообще, своей историей, если честно, никого не удивлю. Я с времен садика уже знал, что буду летчиком, потому что я сам из Лиды. Я жил в военном городке и, грубо говоря, практически каждый день над головой летали военные самолеты. И отец летчик. Соответственно, с одной стороны я пошел по династии, с другой стороны, отчасти он, конечно, приложил свою руку, проводя меня на полеты, на самолеты, то есть такого плана. Всегда, когда ты находишься рядом с самолетом, во-первых, когда это издалека смотришь на это завораживающее зрелище, а когда ты еще находишься рядом в этом контуре, и когда, как вы говорите, я впервые увидел эти много кнопочек в самолете, и когда ты понимаешь, что здесь столько приборов, и это для ребенка 5-6 лет, это было что-то вообще, как практически космический корабль. То есть было похоже на что-то запредельное, невероятное, и как будто бы это было не с этой планеты. Когда я поступал, это был 9-й год, военная авиация переживала не лучшие времена. То есть я поступил в военную академию, я собирался военным летчиком быть. Я поступил в военную академию, уже документы подал, все, и в этот же год я поступил в Ульяновск. Приезжала зональная комиссия из Ульяновска, то есть там определенно было 3-4 преподавателя, они приезжали, и мы здесь на базе как бы матуги нашей, вот этого авиационной академии, поступали, был отбор среди белорусов именно. И тогда уже собрался в семейный консилиум, и отец, будучи военным летчиком, тогда был самый такой ярый противник того, что бы я шел в военную авиацию, потому что он сказал, что на данном этапе это не очень было перспективно выглядело в 9-10 году. Но это опять же, это личное суждение его, как бы я просто доверился и ушел в Ульяновск. Ульяновск, хотя, конечно, душа и сердце моё привязаны к военным самолетам. Летать кверху, пятая точка, это вот мое. Я мечтал, грубо говоря, с детского сада, мечтал быть военным летчиком, и мечты должны оставаться мечтами, потому что если мечта исполняется, тебе не о чем будет больше мечтать. Вот я для себя сделал такой вывод, соответственно. Я в авиации, я летаю на самолете, вот, то есть как бы я добился своего. Ну и плюс у меня еще остается какая-то маленькая мечта, которая, может быть, когда-нибудь сбудется, если я заработаю очень много миллионов денег и куплю себе полет на военном самолете где-нибудь в России. Ну, одно из основных суеверий в гражданской авиации, как у пилотов, так и бортпроводников, оно связано с ношением униформы. То есть если у вас что-то где-то когда-то рвется перед вылетом, ни в коем случае нельзя ничего зашивать. Будь то пуговица, будь то шов, дырка или что, либо лучше поменять вообще элемент униформы, либо уже исходить из того, что у вас есть под рукой. В моем случае один раз у меня была история, когда у меня порвались брюки по шву в районе колена, у меня было два рейса, это произошло на первом рейсе. И дабы выполнить второй рейс и не пугать людей своей наготой, мне пришлось с внутренней стороны шов забить степлером на три или четыре скобы, чтобы хоть как-то этот шов продержался до конца моего второго рейса. Ну, суеверие они и в Африке суеверие, приходится им следовать. Для каждого летчика самостоятельный полет это понятие, когда ты первый раз один без инструктора поднимаешься в воздух, делаешь определенные там упражнения, да, в частности у Ливанской, это был один круг над аэродромом, и совершаешь сам посадку уже без инструктора. То есть, грубо говоря, спасать тебя некому. Хочешь жить, умей вертеться. Потому что... без комментариев. Мы с товарищем с моим, с Екатеринбурга, приехали, у нас должен был быть сегодня первый самостоятельный вылет у обоих, но оказывается, что мы не подготовили там, один зачет не сдали. Ну, и просто как-то нас не подвели к нему, и мы его просто проворонили, мягко говоря. Соответственно, наши самостоятельные вылеты должны были откладываться. Ну, в таких расстроенных чувствах пошли в столовую, а потом приехала примерно такая же телевизионная группа, которой нужно было снять материал для Дня гражданского авиации России в рамках Ульяновского нашего училища. Ну, и как бы какое-то же событие знаменитационное надо было сделать. Надо было сделать. Что? Так, вы вдвоем, у вас самостоятельный, бегом на самолет и будете сегодня самостоятельно летать. Что? Где? Куда? Такой сумбур какой-то. Прибежали, с командиром эскадрильи там наслетали в 3-4 круга вокруг аэродрома, то есть он посмотрел, и он уже смотрит. Если ты готов, он дает тебе допуск на стоять на полету. Вот, он посмотрел, говорит, все, вперед летишь. И все, и как-то так слетали вот эти 6 минут, они в таком... Вообще ни одной эмоции на глазах. Даже сознания не было еще в тот момент, что как бы вот оно дано свершилось. Самое знаменательное событие в жизни, когда ты стал летчиком, пилотом, то и все, ты уже умеешь сам летать на самолете. Ну, и потом где-то уже со временем какое-то осознание приходило. Когда как получать? Когда-то аплодисменты слышны, когда-то аплодисменты не слышны. Потому что, во-первых, здесь у нас в кабину есть такая тяжелая бронированная дверь, которая предотвращает от попадания туда посторонних лиц. Второй момент, это когда самолет начинает тормозить, включается реверс двигателя, и он очень шумный. Поэтому иногда этот шум накладывается на аплодисменты, и аплодисменты не слышны. Но, опять же, в зависимости от разных ситуаций, в некоторых аэропортах мы реверс не включаем, потому что там есть ограничения по шумам, и тогда можно услышать. Плюс, когда бортролельники сидят здесь иногда, они снимают телефон, чтобы читать информацию по посадке пассажирам, и здесь включается микрофончик в трубочке. И, соответственно, иногда в кабине даже через этот микрофон слышны очень плохо, тихо, но аплодисменты всегда слышны. И нам всегда приятно, когда таким образом пассажиры оценивают нашу работу. В кабину просто так не попасть, потому что кабина закрыта на замок, открывается она изнутри, либо же здесь можно открыть специальным кодом, но также будет срабатывано предупреждение в кабине, и если кто-то попытается пройти в кабину, если акционировано, загорается лампочка, у пилота в кабине включается специальный сигнал, и мы смотрим в камеру. Здесь у нас есть камеры, здесь, если посмотреть, раз камера, два камера, и вот третья камера здесь находится. Соответственно, по ним мы видим, кто пытается попасть в кабину. Если же это человек посторонний, мы можем ее изнутри принудительно заблокировать, даже если был введен код. Тогда в кабину никто не попадет, пока не разблокируются двери. Вот она, сейчас мы ввели код, она там сейчас сигналит, пищит, то есть мы можем понять, что кто-то хочет зайти в кабину. Так она будет пищать в течение 30 секунд, то есть у нас есть 30 секунд на то, чтобы определиться, можно ли человек отпускать или не впускать его. Также, таким же образом, мы можем просто принудительно как открыть дверь, так и закрыть ее. Вот сейчас этот сигнал слышен, и если мы ничего не сделаем, сейчас в определенный момент она откроется сама. Нужно чуть-чуть подождать, и чуть-чуть волшебства. Вот щелчок, кабина открыта. Здесь это наш авиагоризонт, так называемый. Здесь мы видим пространственное положение самолета. То есть здесь мы можем посмотреть, вот это коричневое, это земля, голубое, это небо. Это наши крылышки нашего самолета. В зависимости от того, как самолет вращается, здесь тоже что-то наклоняется, что-то отклоняется, поднимается выше-ниже. Здесь мы видим скорость нашу, здесь высоту. Это тоже высота, но вот эта высота замеряется, исходя из давления, которое самолет фиксирует, которое изменяется. Эта высота фиксируется по радиовысотомеру. То есть он посылает сигнал до земли, по времени отражения сигнала он высчитывает нашу высоту относительно земной поверхности. На этом экране это наша навигационная карта. Здесь мы забиваем маршрут полета. Она может быть у нас в большом формате. Вот в таком, для большего удобства. Здесь также мы можем выбрать на этой панели различные функции. То есть вот здесь кнопочка «Аэропорты». Мы можем добавить отображение всех аэропортов. Здесь у нас выражаются маршруты, погодный локатор, какие-то дополнительные информации в виде подстилающей поверхности. То есть у нас есть вот такая функция, которая может показывать нам рельеф местности под нами. Очень хорошо, когда летаешь в горных аэродромах, видно, как самолетик снижается, его траектория снижения, и здесь нарисованы горы. И можно траекторию снижения накладывать и понимать, пролетает он горами, есть у вас запас над препятствиями или нет запас над препятствиями. В аэропорту здесь нам нужно быть как минимум за полтора часа до вылета. То есть начинается переполётная подготовка. Здесь мы проходим медконтроль, получаем документы для полета. К нам приходят бортывальники на брифинг. Мы с ними обсуждаем, что мы будем делать, как мы будем с ними взаимодействовать во всяких случаях, во всяких нештатных, штатных ситуациях. Они нам делают доклад о состоянии своей бригады, то есть как бы все на месте, все здоровы, все там рады жизни, все документы, все в порядке. Бортывальники уходят немножко пораньше на борт, чтобы подготовиться, то есть им немножко нужна больше подготовка. Они не могут себе позволять уже готовить в салон, когда пассажиры идут на борт. То есть если мы в кабине ещё можем в этот момент какие-то там маршруты достраивать, какие-то системы перепроверять, то уже бортывальники должны стоять, улыбаться, выглядеть красиво, аккуратно и дружелюбно. Вот поэтому они уходят примерно на 10 минут раньше, чем мы на борт. Командир идёт, получает метеоконсультацию. У нас есть метеоофис здесь, в аэропорту на четвёртом этаже. Там нам говорят погоду. В нашем аэропорту происходит у нас в стране по маршруту, какие есть опасные метеоявления, какие погоды могут нам встречаться. Ну, соответственно, аэропорт назначения тоже, какие там могут быть особенности. Всё, после этого примерно за час где-то до вылета мы уже выдвигаемся на самолёт, проходим пограничный контроль, таможенный контроль, досмотр нас тоже так же досматривает, как и пассажиров. Все наши сумки, все наши там ручные клади, наши куртки заставляют нас снимать, раздеваться точно так же. И точно так же нам нельзя проносить никакие ни спиртные напитки с собой, ни алкогольные, ни воду, ничего. То есть здесь тут практически те же самые требования, как и для пассажиров. Немножко более смягчённом виде, но практически то же самое. Дальше мы приходим на борт. Вот, ну, каждый начинает заниматься своей уже, выполнять процедуры, свои обязанности, согласно. Там у нас есть такая технология работы экипажа, называется SOC, Standard Operational Procedures. И за примерно 35-40 минут начинается посадка пассажиров. Ты с утра проснулся, у тебя подъём такой, хлоп, всё. Потом ты идёшь на пике, на пике, на пике, на пике, и в определённый момент энергия заканчивается, ты начинаешь уставать. Она падает. И потом ещё есть такой вот резкий пик, это резерв. То есть это максимальный. И вот у меня, походу, сейчас это максимальный, да, то есть она закончилась. Сейчас у меня тут максимальный пик, я сейчас с вами тут отторбаню, и всё, я приду в машину и засну. Наверное, самый часто задаваемый вопрос, можно ли в кабине покататься. Вот это прям все подряд. Ладно бы, друзья там, да, могут подшучивать, но вроде же все люди грамотные, все должны знать, что нельзя ходить в кабину, потому что есть программы по авиационной безопасности, которые запрещают это делать. Но всё равно все спрашивают. Если рассматривать функцию второго пилота как такового, то есть мы можем проследить исторически от самолётов советского производства, таких как, допустим, Ту-154, Ил-86, Ан-26, где экипажи были многочленные, и с управлением самолётом в тех условиях справлялось 4-5 человек. То есть каждый занимался своим делом. Было два пилота всегда, был штурман, был радист, был отдельный бортинженер. То есть все вот эти системы, которые мы сейчас видим, они эксплуатировались, каждый занимался своим делом. То есть 4-5 человек всегда занимались определёнными системами. В современных самолётах всё это унифицировано, то бишь здесь есть у нас бортовой компьютер, который выполняет часть функций тех людей, которые были раньше на советской технике. В этом компьютере реализованы, как минимум, навигационные функции. То есть штурман нам уже, по сути, не нужен. Мы забиваем здесь программу. Компьютер сам нам рассчитывает, как снижаться, как набирать, куда лететь, с какими скоростями. Знает все точки, знает все аэропорты, выбирает схемы захода, типы захода. Но в любом случае нагрузка на данный момент на пилотов в некоторых ситуациях, особенно каких-то критических, нештатных, возрастает в разы, ну, в большие разы. Невозможно выразить это в цифровом значении, конечно, но в любом случае помощь всегда в таких ситуациях, опять же, да, возвращаясь к тому, что самолёт летит, летит с большой скоростью, его никогда не становишь просто так, по щелчку пальца. Поэтому справляться здесь нужно со всеми отказами. Быстро, точно, в кратчайшие сроки и правильно, чтобы самолёт не усугубил своё положение и не накликал ещё на себя больше в виду. Поэтому второй пилот отчасти здесь, конечно, для помощи как командиру, так и в своё время второй пилот может дать помощи командира. То есть вообще в авиации распределение обязанностей в плане командира второй пилот, грубо говоря, заканчивается на том, когда мы занимаемся на цельный старт, когда самолёт выруливает на полосу. Дальше нет понятия командира второго пилота, дальше есть понятие пилот, который осуществляет активное управление, и пилот, который осуществляет контролирующий управление и ведёт связь. Третий пилот – это, конечно же, автопилот, который нам помогает всегда и везде и разрешает нам немножко перевести дух в ледяных валётах. Что самое приятное в профессии? Если не для камеры, то 12 число – день зарплаты. Наверное, для меня самое такое ощущение приятное в работе именно момент взлёта самолёта, скорее всего. Потому что если взлетает самолёт и посмотреть краем глаза боковое окно, то, когда ты видишь, что земля, она уходит из-под ног, и самолёт начинает им брать высоту, и приходит ощущение полёта этого. Вот оно такое, как переключатель в голове срабатывает, что вот ты был на земле, а вот и теперь уже всё. Теперь ты точно на работе. Теперь ты летишь и выполняешь свои обязанности вплоть до посадки самолёта. Ну, мягкие посадки, конечно же. Никто не будет лукавить, если скажет, что он любит мягкие посадки. Не всегда они мягкие получаются, потому что, как гласит один из законов вообще зарубежной техники, мягкая посадка – это не грант безопасной посадки. В самолёте очень много систем автоматизировано, и они зависят от того, как самолёт поймёт, находится он на земле или нет. И у самолёта есть банальные такие датчики, которые вот так в машине можно... Вот они просто когда сжимаются, самолёт понимает, что он на земле. И если он разрешат, самолёт думает, что он в воздухе. И пока вот это вот не сожмётся, самолёт не будет знать, что он на земле, и, соответственно, вся эта автоматика не будет работать, потому что она должна работать только на земле, дабы не навредить полёту в воздухе. Поэтому все зарубежные компании, и в том числе компания Boeing в своих документах пишет, что самолёт должен быть приземлён чувствительно, чтобы он понял, что он на земле, и что пора уже ему включать всю свою автоматику, выпускать вход. То есть вот, допустим, когда, если мы всё видим на крыле, когда самолёт касается, выпускаются интерцепторы, которые гасят подъёмную силу, помогают тормозить самолёту. Реверс двигателя тоже открывается только на земле, потому что в воздухе он заблокирован. Ну, и вот таких вот систем самолёта очень много. Вот, поэтому мягкая посадка – это хорошо, но когда не получается мягко, не надо, пожалуйста, обижаться на нас. Возможно, были на то причины. Ну, из неприятного, как я говорил, это, конечно, ночные полёты. Очень тяжело летать по ломаному графику. То есть когда ты летаешь в одно и то же время, то есть я привыкаю отходить на работу к девяти, у человека выстраиваются биоритмы. По ломанному графику, то есть вот сегодня я могу лететь в ночь, вылетать в одиннадцать вечера, прилететь в восемь утра, а на следующий день я могу лететь, допустим, уже в десять утра. То есть вот такие вот переломы. И если, допустим, с ночного потом в дневной переходить проще, то с дневного в ночной сложнее. То есть чтобы поспать, необходимо как-то заставить себя улечься и заснуть в это время. А если ты с утра проснулся, выспавшись, то уже как бы перед ночным рейсом тяжеловато поспать. Как-то стараешься себя заставлять хотя бы час-два поспать, чтобы легче было. Но ночью летать, конечно, тяжело. Плюс бывают иногда погодные условия такие, в которых, ну, немного приходится так большую концентрацию, мягко говоря, проявлять. Какие-то боковые ветра сильные, там, заходы в грозу, когда дождь, сильный ливень заливает. Либо же зимой, когда большие снегопады, обледеневшие полосы. Бывают случаи, что аэродромная служба не сразу успевает справляться. Просто такой обилий осадков, что им тоже нужно время, чтобы подготовить это все. И вот такие как бы эксцессы иногда бывают, что какие-то погоды такие. Ты думаешь, вот почему сегодня дома не остался вообще. Ну, когда звезды, романтика. Когда гроза, пот на лбу. Ощущения по-разному получаются. Попадание молнии столько считается и штатной ситуацией, сколько, ну, как минимум, неприятной ситуации. Потому что она может пройти незаметно, просто будет какая-то вспышка, и ничего в самолете не поменяется. Но так как молния имеет очень большие... Может, как это сказать... Имеет очень большое влияние на радиоэлектроаппаратуру при попадании. То есть, скачки напряжения могут вывести из строя какие-либо приборы. Навигационные, радио, те же самые дисплеи. То есть, любой скачок напряжения, все здесь зависит у нас от электрики, любой скачок напряжения может спалить какой-либо блок, и мы останемся без определенной аппаратуры. Но современные самолеты от этого очень хорошо защищены. То есть, различные всякие есть статические разрядники, по которым электричество стекает с самолета, дабы уменьшить электризацию. И, как я уже говорил, любая система имеет дублирование. Даже если у нас, допустим, сгорает одна какая-то станция, вот, допустим, радиостанция, да, чтобы ввести связь. На самолете у нас на этом есть три радиостанции. То есть, раз, два, три. Если одна выходит из строя, соответственно, нам ничто не мешает переключиться на вторую станцию и выполнять те же самые функции, используя ее. Сгорают две станции, у нас остается третья станция. Поэтому здесь в этом ничего нет критического. Турбулентность, возможно, страшнее только тем, что если вы не пристегнуты, самолет совершает хаотическое движение, вас может подбросить при определенной воздушной яме. Вы можете удариться чем-нибудь за полку. То есть, как обычно показывают различные ролики про недавний самолет Аэрофлота. Где-то летел он в Бангкок, попал в зону сильной турбулентности, пассажиров просто бросало по салону. Плюс не только людей можно бросать по салону, когда сильная турбулентность. Плюс какие-то же еще вещи личные могут летать. Поэтому при даже малейшей турбулентности пассажиры должны быть пристегнуты. Но для людей, которые аэрофобы и боятся летать, я могу сказать тоже, что этого бояться не надо. Достаточно посмотреть тесты, которые проходит самолет перед тем, как он получает сертификат летной годности, когда вот это крыло заворачивается на специальном стапеле практически под угол 90 градусов. И под такими углами меряются нагрузки, которые он будет испытывать при полете турбулентности. Первым делом самолеты. Получается, что так. Ну, у кого-то по-другому, у меня получилось, что так. То есть, как бы, возможно, детская моя мечта, она меня вела до сюда. То есть, женился я уже, когда я был командиром. Мечта стала явью, поговорка стала явью. То есть, все, что связано с авиацией, все для меня, как бы, оно реализуется, слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok